Здравствуйте! В сегодняшнем видеообзоре речь пойдет о книгах, повествующих о семьях, где живут приемные дети. Как всегда, на этот видеообзор я вам подобрала самые разные книги. Их авторы – это и известные специалисты, которые работают с приемными семьями, занимаются проблемами приемных семей. Родители приемных детей, тех семей, где растут такие дети, и даже сами приемные или усыновленные дети. Книжки эти очень разные, как я уже сказала, и они рассказывают о разных аспектах, как приемного родительства, усыновления и так далее, о многих других вопросах, связанных с приемным родительством. И начну я, пожалуй, с первой книги. Первая книга написана известным специалистом Людмилой Владимировной Петрановской. И называется она «Дитя двух семей». Людмила Владимировна – известный специалист, известный психолог. И много лет она занималась проблемой приемного родительства. Она работала как с самими приемными родителями, так и с приемными детьми. И эта книга «Дитя двух семей» – это вторая книга из серии «Приемный ребенок в семье», а первой я уже рассказывала в одном из предыдущих видеообзоров. Так о чем эта книга? Ребенок, который попадает в приемную семью, действительно оказывается ребенком двух семей. С одной стороны, это приемная семья, приемные родители, новые законы, новые правила, новые традиции для попавшего в ребенка семью. С другой стороны, если этот ребенок попал в семью и даже попал в младенчестве, у кого-то из приемных детей остаются остатки прежних воспоминаний о своей прежней семье. Если ребенок был взят в семью совсем раннем возрасте, то все равно у него могут возникнуть какие-то ощущения, что он не там, от него что-то скрывают, он не на своем месте. И, соответственно, в приемной семье могут возникнуть между родителями и ребенком достаточно большие проблемы именно из-за того, что от ребенка скрывают сам факт его усыновления. А если от ребенка взятого уже чуть более позднем возрасте скрывается факт усыновления, и ребенок каким-то образом осознает или узнает, что он был усыновлен, то в семье могут возникнуть очень большие неприятности, которые очень трудно порой разрешить и которые сказываются на всей дальнейшей жизни приемного ребенка, даже когда он взрослеется, становится взрослым. И здесь, в этой книге Людмила Владимировна рассказывает о том, как формировалась тайна усыновления. Кстати, как в России на протяжении веков развивался институт приемного родительства, как менялась роль семьи и ее функции, и, соответственно, менялась отношение к приемному родительству и к понятию сирота. Здесь же она дает ответ на вопрос, почему в Советской России принято было скрывать усыновление детей, и принятый закон о тайне усыновления остается действующим даже сейчас, в отличие от других стран, где усыновленным детям рассказывают о их биологических или, по-другому говоря, кровных родителях. Почему это появилось в Советской России, чем это было обусловлено? Людмила Владимировна предлагает ответы на такие сложные вопросы для приемных родителей. Рассказывать ли детям о факте их усыновления, то, что у них была другая семья или другие родители, или нет. Когда это лучше сделать, что делать в таком случае, когда ребенок знает, что он был взят из другой семьи, и вдруг через какое-то время жизни в приемной семье, достаточно в благополучных условиях, он начинает вдруг вспоминать свою прежнюю родную семью, не очень хорошие аспекты, возможно, ее жизни, возможно, те моменты, которые привели к тому, что ребенка из семьи забрали. Что делать в этом случае? Как помогать ребенку? Здесь, в этой книге, можно найти рекомендацию и некоторые ответы на эти вопросы. Поскольку Людмила Владимировна много занималась приемным родительством, приемными семьями, и все ее рекомендации подкреплены рассказами как приемных родителей, так и приемных детей. Вот это первая книга, о которой мне хотелось вам рассказать. Следующие книги, о которых я вам сейчас расскажу, они написаны приемными мамами. В семьях этих мам растут приемные дети. Кроме этого, в каждой из семей есть дети родные. И несмотря на это, книги получились совершенно разные. Это совершенно две разных истории усыновления. Почему, вы сейчас узнаете. Книга первая, о которой я вам хочу рассказать, из опыта приемного родительства, ее написала Виктория Корниенко. И она является мамой двух усыновленных детей. Кроме этого, в момент усыновления этих детей в семье росло уже трое родных детей. И потом в ходе повествования появляется еще и четвертый ребенок у пары. То есть это такая достаточно многодетная семья, где есть свои дети и дети приемные. И название этой книги не случайно называется она «Усыновители». Почему? Дело в том, что двое мальчиков, двое усыновленных детей, Виктория и ее мужа, у них достаточно сложная судьба. Мальчиков Кирилла и Матвея в свое время изъяли из-за неблагополучной ситуации из родной семьи. Они попали в детдом, их пытались усыновить, но почти сразу вернули. Почему? Оказалось, что у обоих мальчиков есть диагноз эпилепсия. И первая семья усыновленная отказалась от больных детей. На момент встречи Виктории с мальчиками, кроме диагноза эпилепсия, над ними висел еще и диагноз умственная отсталость. И прогнозы специалистов, как педагогов, так и врачей были не очень оптимистичными. То есть им с мужем говорили, что эти дети будут всю жизнь на лекарствах достаточно серьезных, и много чего нельзя было делать. И, соответственно, в прогнозах было то, что они не смогут обучаться. Ну, в общем, и много других неприятных вещей. То есть, по факту им говорили, что это будут такие полуовощи, живущие на таблетках. Но Виктория с мужем рискнули взять этих детей к себе, усыновить. И выбор пал именно на этих мальчиков, почему можно узнать из книги, кстати, узнать, какой выбор, из кого выбирали Виктория и ее муж. И, соответственно, эта книга, это рассказ и о вот этом выборе, и о самом процессе усыновления, и о том, как происходило знакомство приемных детей и родных детей Виктории, Какие трудности появились в семье, как устанавливался контакт между ребятами в семье, которые были. Как живет семья на данный момент, как обстоит дело с диагнозами у мальчиков, что они умеют. Это достаточно интересная книга, порой веселая, а порой и грустная. Но она точно не оставит вас равнодушными и расскажет о проблемах и буднях приемного родительства. В следующей книге, написанной тоже приемной мамой Яной Соколовой, совершенно другая история родительства. И книга сама так и называется «Приемная мама», как я это себе представляла и как все это оказалось на самом деле. Яна Соколова, тоже приемная мама. До того, как взять детей, она одна воспитывала своих троих родных детей. И потом у нее возникло совершенно осознанное желание усыновить еще кого-то. Так в семье постепенно появилось еще четверо приемных детей. Это девочки Саша, Адель и Оксана и мальчик Леша. И, соответственно, мальчики и девочки попадали в семью уже в таком осознанном возрасте. Кто-то в дошкольном, кто-то в младшем школьном, а кто-то и в подростковом. Как говорит сама Яна, что когда у нее в семье появился второй приемный ребенок, и она активно делилась с коллегами проблемами как усыновления, так и приемного родительства, ей предложили писать заметки для СНОБа. И, возможно, кто-то из вас эти заметки читал. Лично я так вот с этой книгой, вернее, с первыми заметками действительно познакомилась в СНОБе. Заметки писались, детей в семье Яны становилось больше. И позже появилась книга. Книга, кстати, имеет две части. Одна часть носит название «Время надежд», а вторая часть книги носит название «Время разочарований». Почему так? Как говорит сама Яна, когда она начинала заниматься процессом усыновления, брать детей в свою семью, у нее на глазах были розовые очки, и она не до конца представляла, что такое одной воспитывать все увеличивающееся количество детей, детей не всегда простых. И ей казалось, что еще немножко силы, любви, и все проблемы можно решить. А вторая часть книги «Время разочарований» – это рассказ о том, что случилось тогда, когда силы закончились, когда любовь исчерпалась, а проблемы оставались. Получилось так, что у каждого из этих четверых приемных ребят история усыновления и жизни в семье Яны оказалась очень разной. И, соответственно, как пишет сама Яна, вот если спросить у меня сейчас, возьму ли я еще одного приемного ребенка, то, скорее всего, мой ответ будет «нет». У меня кончилась любовь на них, у меня кончились силы. И это тоже такой достаточно интересный опыт родительства, тем более, что Яна не стала менять те записи, которые были для сноба. Она сделала некоторые сноски в тексте своей комментарии к тому, что она писала. И это, в общем-то, неизмененный рассказ от первого лица о усыновлении с самых первых минут, ну и до нашего времени. Это такая достаточно драматичная история, которую тоже, в общем-то, стоит почитать, чтобы увидеть немножко другой взгляд на приемное родительство, на приемную маму, на жизнь приемных детей в семье, на эти взаимоотношения, на вопросах социализации, привыканию к миру детей, которых берут в приемную семью. И не зря я говорила, что это действительно другая книга и другой взгляд на приемное родительство. Почитайте, узнаете сами. Следующая книга, «Все, что ты только сможешь узнать», написана ребенком из приемной семьи. Николь Джен была усыновлена еще в самом-самом раннем возрасте бездетной американской пары. Практически ее усыновили после самого рождения. Николь сама говорит, что она очень долго не ощущала себя американкой корейского происхождения, а ощущала себя азиаткой в обществе белых. Дело в том, что принявшая ее американская пара, она приняла ребенка, ее приняли все родные и близкие этой пары. Но при ее приятии совершенно не учитывалась ни ее национальность, ни ее культурная идентичность. На это почему-то приемные родители совершенно не обращали внимания. Николь порой не знала, что делать, потому что практически с детства, потому что она росла в том месте, где корейцев было достаточно мало, она не видела похожих на себя людей. Во-первых, она страдала от того, что она не похожа почему-то, она не понимала, почему она не похожа на своих родителей. От этого испытывала сильнейший стресс. Во-вторых, она испытывала сильнейший стресс в школе, когда подвергалась нападкам, придиркам других детей, которые очень некорректно порой пытались выяснить, почему она другая и чем она отличается от других. Это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса это в том, что Николь, во-первых, она пыталась найти себе подобных похожих на себя людей, понять, что характерно для той культуры, для тех людей, для той национальности, которой она принадлежит. Она рассказывает о том, как ей было очень интересно посетить, например, азиатский рынок Сиэтли, где она увидела много корейцев, еду, традиции, какие-то культурные аспекты. Ну и еще один аспект это то, что в какой-то момент родители, приемные родители решили рассказать Николь правду об усыновлении, и в жизни девушки начался другой этап. Она, во-первых, начала задумываться над вопросом, почему ее оставили родители, что произошло в поисках себя, своей идентичности. Она начала разыскивать семью. Ну, это вопрос и восстановления отношений с семьей. К тому моменту у нее родители уже развелись, то есть она устанавливала контакты как с семьей матери, так и с семьей отца, восстановление связей с детьми, то есть с ее братьями и сестрами, потому что, как оказалось, ни в одной из семей ничего Николь не было известно. То есть в одной из семей вообще говорили, что этого ребенка нет, а в другой говорили, что этот ребенок умер. И, соответственно, это тоже вызывало большие трудности, проблемы и вопросы. И это было важно действительно для Николь, для того, чтобы она решила проблему собственной идентичности и собственного становления как личности, даже как матери. Это такая тоже достаточно интересная, неоднозначная книга. Ее тоже интересно будет почитать, для того, чтобы понять, что же такое мир приемного ребенка, почему для него важно найти родителей, и какие в этом случае будут отношения и между ребенком как с его семьей биологической, лекровной, так и с приемными родителями. Вот это все те книги, о которых я вам сегодня хотела рассказать. Еще раз повторюсь, что они посвящены теме приемного родительства. Все они очень разные. Если вам интересны эти вопросы, интересно понять, что такое приемная семья, какие мотивы побуждают обычных родителей взять свою семью приемных детей, что может происходить потом, я советую вам заглянуть в эти книги. На сегодня у меня все. Спасибо за внимание.